Детские баллы Детские баллы Детские баллы Не упусти возможность завершить лето ярко и красочно Приходи сам Вели с собой друзей Приводи семью Расскажи знакомым Все всем! Детские баллы Детские баллы Детские баллы Это популяризировать современные танцы, и поэтому каждый ученик, ценен для нас, чувствует свою значимость в студии, потому что он вместе с нами двигает танцы в массы, и это очень круто. В арсенале «Ангара» только за пару лет собрана богатая коллекция наград, несколько десятков дипломов, благодарности и кубков. Неудивительно, ведь у ребят не просто оточено каждое движение, оно еще наполнено эмоциями. В студии «Танцы «Ангар»» не просто учат классно танцевать, здесь учат чувствовать танец и быть собой. Хип-поп это раскачивает. Люди, которые однажды попали в «Ангар», остаются в нем навсегда. Я очень уважаю эту студию, мне очень нравится здесь развиваться, здесь очень крутые люди, тренера, вообще прям очень круто. Вы окажетесь в правильном месте, если выберете студию «Танцы «Ангар». Здесь отличные педагоги, сильная команда, много правильных и качественных танцев. Люди, которые полностью отдаются своему делу, которые полностью дарят себя детям, взрослым, кто бы у нас ни занимался. А занимаются у нас дети от 4 лет и взрослые 30+. Это здорово смотреть, как люди пытаются делать новые шажочки уже в осознанном возрасте. Впереди безумно насыщенный и яркий танцевальный год. Если ты еще не с «Ангаром», то сейчас самое время действовать. Мы уже занимаемся два года, нам на самом деле очень нравится. Преподаватель, атмосфера. Мне нравится все и отношения преподавателей к депутатам. Очень здорово, очень нравится. Я такая, замаловка, я спустилась. Студия «Танца «Ангар»» – одна из лучших танцевальных школ города. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я расскажу вам немножечко подробнее об одном из исполнителей встречи, с которым нас ожидает в будущем концертном сезоне – киноконцертного зала «Панорама». Итак, уже 18 октября на нашей сцене влюбленный в рок-н-ролл Денис Мужуков и его бэнд. Денис Мужуков – потомственный музыкант. Его отец Алексей Мужуков – автор хитов советского времени, которые с успехом исполняли Алла Пугачева и Эдита Пьеха. Уже с детства Денис был окружен музыкой. И в юном возрасте он познакомился с таким редким для Советского Союза направлением, как госпел, церковные песни афроамериканцев США и с буги-вуги. Это и определило его дальнейшую жизнь и дальнейшее направление. Но и в юном же возрасте его ожидало разочарование. В школьном возрасте ему предоставилась возможность выступить на центральном телевидении, и он подготовил, конечно же, песню в любимом стиле рок-н-ролл. И, как мы с вами понимаем, его не пропустили. Каково же было расстройство и разочарование юного музыканта. Однако он не сдался и сочинил несколько так называемых допустимых песен, которые с успехом исполнял на центральном телевидении. Но рок-н-ролл жил глубоко в сердце юного музыканта. Еще одно увлечение занимало его время – это спорт. Он серьезно занимался боевыми искусствами, и даже в какой-то период перед ним стоял выбор – либо спорт, либо музыка. Однако рок-н-ролл взял верх. Отец предупреждал юного сына, влюбленного в рок-н-ролл, что в советское время это направление безуспешно и бесперспективно. Но время идет, и жизнь носит свои коррективы. И случается так, что западная музыка, уже в нашей стране совершенно легальный Денис, поступает на эстрадное отделение училища имени Гнесиных в класс профессора Даниила Крамера, которое с успехом заканчивает. И тут начинается головокружительная карьера Дениса. Его приглашают единственного музыканта из России на престижнейшие фестивали рок-н-ролла. Он выступает на самых знаменитых концертных площадках России и мира. Он записывал и записывает множество альбомов. До недавнего времени Денис исполнял свои произведения только на английском языке, хотя в последнее время в его творчестве появляются произведения и на русском языке все чаще и чаще. Денис не является глубоко верующим человеком, однако абсолютно уверен, что влюбленность в рок-н-ролл дана ему откуда-то свыше от Бога. А от себя я хочу рассказать одну историю. Я вспоминаю одну из записей популярного телевизионного шоу «Артист», где Денис набрал невероятное для этого шоу количество баллов – более 90. И авторитетная жюри стоя аплодировала этому исполнителю более 10 минут. А молодые последователи этого направления – рок-н-ролл, твисты, буги-буги, ритм-энд-блюзов – считают, что творчество Дениса Мужикова – это музыкальная энциклопедия, которую просто неприлично не знать, не читать и не перечитывать постоянно. Вот такая встреча нас ждет с таким замечательным артистом 18 октября на сцене киноконцертного зала «Панорама». Хочу напомнить, что информацию можно уточнить по телефону 300-033. Заходите на наш сайт panorama.defist.tv.ru и до новых встреч с талантливым, влюбленным в рок-н-ролл Денисом Мужиковым. На улице солнечные деньки. Лето еще радует нас своими прелестями, однако не за горами осень. И это очень хорошее событие, потому что начинается новый концертный сезон киноконцертном зале «Панорама». Мы очень рады видеть вас у нас в гостях. Для вас подготовлена шикарная программа. И я хочу напомнить, что до 1 сентября еще можно приобрести наши абонементы и музыкотерапия, и оркестромания всего за 1500 рублей. Ей полностью за весь абонемент при этом можно выбрать любое место, какое бы вам захотелось. Однако с 1 сентября чуть-чуть возрастет стоимость посещения концертов. Стоимость посещения одного концерта музыкотерапия возрастет до 800 рублей. Хотя останутся тоже дешевые билеты, но тем не менее вот такая вот градация у нас будет. Стоимость посещения одного концерта абонемента оркестромания возрастет до 600 рублей. Я думаю, что эта информация вас не напугает, и мы ждем вас в любом случае. Будем рады видеть на наших концертах киноконцертном зале «Панорама» будущего концертного сезона. Всю подробную информацию можно получить на сайте panoramadefistver.ru и по телефону 300-033. И немножечко напомню, каждый абонемент состоит из трех концертов. Абонемент музыкотерапия состоит из следующих концертов. Первый концерт нам представит, так сказать, мы отправимся в кругосветное путешествие с камерным оркестром Московской Камерата и с солистами филармонического отделения Москонцерта. Следующий концерт, который нам подготовит абонемент музыкотерапия, это встреча с шикарным коллективом «Столичный джаз» под управлением Федора Лешкевича. И завершающим концертом этого абонемента будет встреча с заслуженной артисткой России Лидией Музалевой. Она представит нам программу в сопровождении Национального академического оркестра народных инструментов имени Осипова. Мы с вами помним блистательное выступление Лидии Музалевой на проекте «Голос 60 плюс», где она явилась победительницей, финалисткой. Поэтому я предвкушаю, что встреча с этим коллективом и с этой замечательной исполнительницей нам принесет массу положительных эмоций. И второй абонемент оркестра «Мания». Два концерта этого абонемента представит Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации. Мы с вами знаем, что это оркестр является визитной карточкой России. И мы с вами знаем, что кроме официальных мероприятий еще и радует московских, к сожалению, чаще всего московских слушателей, популярной музыкой. Что мы с вами увидим? Одна программа называется и вальсы танго и фокстрот, где мы услышим в исполнении оркестра и солистов, вокалистов оркестра популярнейшие вальсы, танго и фокстроты. И второй концерт, который нам представит эстрадно-симфонический оркестр Министерства обороны Российской Федерации, мы посвятим в нем всех влюбленных. И мы знаем, что во всем мире принято к этому празднику дарить подарки. И мы не будем исключением, мы нашему любимому зрителю подарим программу, которая называется «По волнам нашей памяти», где мы услышим в исполнении оркестра и солистов-фокалистов оркестра шлягеры, мировые шлягеры, которые, безусловно, поднимут нам всем настроение. И в преддверии весны мы будем понимать, что позитив все-таки остается с нами. Мы ждем вас в киноконцертном зале «Панорама». Рады встрече с вами. До новых встреч. А сейчас наш кинообзор. Я будущее этой планеты. Я необходимая шоковая терапия. В спин-оффе речь пойдет о спецагенте американской дипломатической службы безопасности Люке Хоббси Джонсон и бывшем элитном оперативнике британской разведки Декари Шоу Стейтом. Они впервые встретились в 2015 году в фильме «Форсаж-7» и не возлюбили друг друга с первого взгляда, став заклятыми врагами. Однако появление на горизонте неуязвимого противника все меняет. Бриксон Эльба — генетически модифицированный сверхчеловек. В его распоряжении оказывается биологическое оружие, способное уничтожить планету. Когда Бриксон одерживает верх над бесстрашной операцией Ми-6, сестра Шоу в исполнении Кибри, человечеству становятся нужны новые защитники. Элитный спецагент, результативность на уровне 100%. И пижон, который плевать хотел на правила. Декард Шоу. Я как шампанское, бью прямо в голову. Купсую Шоу придется забыть о прошлом и начать работать вместе. В результате мы увидим один из самых харизматичных кинодуэтов. Комедийная химия между актерами покорила и продюсеров, и студию. Ни хрена. Только не с этим. Режиссер спин-оффа Дэвид Лич, известный нам по блестящим реализациям таких фильмов, как «Дэдпул 2» и «Джон Вик», продолжая традицию франшизы, наполнил ее впечатляющими погонями, новейшими спецэффектами и яркими съемками. Действие фильма разворачивается по всему миру. От Лос-Анджелеса и Лондона до зоны отчуждения в Чернобыле и невероятных островов Самоа. У фильма огромный бюджет – 200 миллионов долларов, а рейтинг ожиданий – более 90%. Разумеется, такое зрелище нужно смотреть только в самых современных залах, такой как ККЗ «Панорама». Погрузитесь в атмосферу фильма, оцените размах видеоряда. Гул моторов благодаря уникальным технологиям. Заказать билеты в ККЗ «Панорама» можно по телефону 300-030-ли либо на сайте ККЗ «Панорама-дефестверь.ру». На этом у нас все. Это была программа «Культфьюжн». Ваш гид по культурной жизни и индустрии развлечений нашего с вами города. До встречи в эфире в следующей программе. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова